Эрудиция и интуиция Адвокат Дьявола Алексей Резников Адвокат Один из лучших адвокатов страны Умен, внимателен, очень убедителен Прекрасный оратор Способен повести за собой игроков Сергей Власенко Один из лучших адвокатов страны Аналитический ум просчитывает игру на несколько ходов вперед Невозмутим и немногословен, как правило Игрок номер три Маленькая разводница Анастасия Резников Поступает в институт международных отношений Играя за красных С первых же минут вычисляет тех, кто играет за черных Игрок номер четыре Доктор Он же лучший игрок клуба Прошу передачи Александр Цветков Врач-терапевт Владелец фармакологического бизнеса Хладнокровен Практически невозможно понять, играет он за красных или за черных Игрок номер пять Медуница Наталья Цветкова Врач-онколог Хороший аналитик Умеет великолепно маскироваться Во многом благодаря природной доброте Игрок номер шесть Охотник Игорь Юрмин Бизнесмен Профессиональный шериф Именно ему чаще всего вводит эта карта Поэтому он лучше других справляется с ролью шерифа Игрок номер семь Слоги Влада Яковлева Студентка Института международных отношений Блестяще играет за черных Ее боятся всегда Даже когда она играет за красных Игрок номер восемь Мадам Горн Жанна Урумова Юрист Бизнесвумен Обладает харизмой Играет авторитетно Даже авторитарно Эмоционально Игрок номер девять Леди Мать Наталья Акунская Тонкий психолог Практически безошибочно вычисляет черных игроков Не любит играть за мафию Игрок номер десять Черная кошка Черная кошка не является членом мафия клуба Этого человека находят совершенно случайным образом И предлагают принять участие в игре От этого предложения нельзя отказаться В мафия клубе принят черно-красный дресс-код Черная кошка не может не выполнить этого правила Костюм подбирают в одном из бутиков города Геннадий Руденко Депутат Верховной Рады Член фракции Трудовая Украина Стратегическое мышление Доброжелателен Уверен в себе Правила игры в мафию достаточно просты За круглым столом собирается десять игроков Стол обозначает город, а игроки – обитатели этого города И жизнь в нем течет обычным порядком День – ночь Семь игроков – честные жители, а трое – члены мафии Кто из кто определяет тайный жребий Ночью, когда все надевают черные повязки, каждый игрок вытаскивает свою карту Одному из семерых честных жителей достается роль шерифа У мафии есть Дон Дон и шериф при помощи ведущего могут ночью проверить одного из игроков Дон ищет шерифа, а шериф ищет мафию В первую ночь мафиози знакомятся друг с другом и определяют порядок отстрела мирных жителей В последующие ночи, когда ведущий произносит номера игроков Члены мафии должны на номере жертвы одновременно нажать на курок Если они это делают не одновременно, ведущий засчитывает промах Днем происходит общее обсуждение Каждый может высказать свои подозрения, отвести от себя подозрения других И выставить на голосование одного из игроков Тот, кто набрал больше голосов, считается убитым и покидает игру Главная задача мафиози не выдавать себя и наводить подозрения на красных игроков Главная задача честных граждан вычислить мафиози и вывести их из игры Как только количество черных и красных игроков становится равным, мафия побеждает Красные побеждают только после того, как город полностью очищен от мафии А у нас в городе наступила ночь Город уснул И игроки выбирают свою судьбу Игрок номер один Спасибо Игрок номер два Спасибо Игрок номер три Спасибо Игрок номер четыре Спасибо Игрок номер пять Спасибо Игрок номер шесть Спасибо Игрок номер семь Спасибо Игрок номер восемь Спасибо Игрок номер девять Спасибо Спасибо Игрок номер десять Спасибо Игрок номер десять Сейчас мафия определяет порядок отстрела мирных граждан Это семерка, двойка, пятерка Но адвокат дьявола предлагает убрать в третью ночь шестерку, если он окажется шерифом Мафия засыпает Просыпается Дон Дон знакомится с ведущим Дон засыпает Просыпается шериф Знакомится с ведущим Шериф засыпает У нас в городе наступило утро Город проснулся Игрок номер один Получает тридцать секунд Время пошло Доброе утро Я Алексей Напоминаю вам всем Желаю всем приятной игры Напоминаю, что нужно играть красную игру Тем, кто в красной команде Следим друг за другом Помогаем И шериф, пожалуйста Не забудьте Дать понять В аккуратном варианте Чтобы мы вас почувствовали Особенно, надеюсь, на шестерку Ему часто везет на шерифскую карту Спасибо Слово имеет игрок номер два Пока еще доброе утро Пока спасибо Слово получает игрок номер три Время пошло Доброе утро Я предлагаю красным игрокам Внимательно следить За единичкой и за двоечкой Спасибо Я предоставляю слово Игроку номер четыре Доброе утро Я бы хотел просить Коллег Следить внимательно За двойкой Тверкой, шестеркой, семеркой, восьмеркой, девяткой, десяткой Которых еще не убили ночью По-прежнему не верю Спасибо Слово имеет игрок номер пять Доброе утро Присоединяюсь к единице в ее призывах Вести красную игру Не знаю пока Веденится красный игру Или нет Но предлагаю всем Сосредоточиться И сделать так, чтобы было красиво И красный должна победить Спасибо Я даю слово игроку номер шесть Доброе утро Черным в нашем городе пощады не будет Надеюсь, что мы все Сегодня справимся с нашими Обязанностями очистить наш город от скверной И я думаю, что красный победят Спасибо Я даю слово игроку номер семь Тридцать секунд, время пошло Доброе утро Я приветствую всех сидящих за столом И ведущего Буду присматривать за номером один, два, три Теперь уже за номером шесть Спасибо Слово имеет игрок номер восемь Тридцать секунд, время пошло Доброе утро Не верю никому Сегодня все выступили первым словом Как черные игроки Да, черные игру все начали Не верю вообще никому Нет, да ведь повязка Спасибо Слово имеет игрок номер девять Доброе утро Дичка-двоечка по понятным причинам Уже не нравится Стройчки я буду присматривать Хотя пока она у меня не вызывает никакие прочие подозрения Надеюсь, очень долго прожить До конца желательно Думаю, не убить Надеюсь Спасибо Слово имеет игрок номер десять Тридцать секунд Время пошло Доброе утро Несмотря на то, что я в черном Я красный игрок Мне хотелось бы, чтобы красные выиграли Мафию в свою очередь прошу корректно стрелять Если убивать, то сразу Не мучить жертв Поэтому хочу хорошей игры Спасибо Спасибо Игроки Тем временем в городе наступила ночь Город уснул А мафия проснулась И вышла на охоту И проходит мимо игрока Номер один Номер два Номер три Номер четыре Номер пять Номер шесть Номер семь Номер восемь Номер девять Номер десять Мафия удаляется Просыпается Дон Дон ищет шерифа Дон засыпает Просыпается шериф И ищет мафию Шериф засыпает Город проснулся Город проснулся И я должен признать Что утро В городе Оказалось Недобрым Мафия не промахнулась Был убит игрок И это был игрок Под номером семь У вас тридцать секунд Ваше последнее слово Мне тяжело сейчас На данный момент Строить какие-то догадки Я боюсь бить вас толку Удачной игры Красный победят Спасибо Ты можешь назвать Этих троих Которые были Мафией в этой игре Я думаю Ну скорее всего Единица Может десятка На десятку падает Больше подозрений Двойка тоже Как-то странно себя повела А так в принципе Подозрений больше нет А игра продолжается Я даю слово игроку номер два Тридцать секунд Время пошло Как я сказал Добрых утр будет мало Поэтому утро не доброе Подозрения вызывает тройка Подозрения вызывает восьмерка В прошлом случае не четверка А не тройка Восьмерка Пятьдесятка Тройка под подозрением всегда Предлагаю выставлять максимально Выставляю Но для начала четверка Принято Спасибо Тридцать секунд Получает игрок номер три Не знаю На счет четверки Не вижу Восьмерка Пока непонятно Пока она не начнет говорить Довольно тихая девятка Может быть осторожнейшая Очень мне не нравится Единица Не знаю Может быть это На каком-то Генном уровне Но тем не менее Уставляю это Спасибо Принято Слово имеет игрок номер четыре Доброе утро Надеюсь ваше подъехение И моё предложение Связано только с вашим Желанием Доставлять как можно больше игроков Спасибо Мне не понравилось Доступление десятки Нашей черной кошки Нашел в нем два 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 И хляпство Может просто оговорка А может быть это Волгнение Десять Представляю Спасибо Принято Слово имеет игрок номер пять В траве доброе Я думала над тем Почему-то он назначил Брать номер семь первых Такой сильной компании В принципе Кого не назначай Все равно будут какие-то Чудесные развороты Сюжать и так далее Выставлена единица Четверка Пятьдесятка Я выставлю Игрока под номером восемь Принято Спасибо Я даю слово игроку номер шесть Давайте попробуем Поиграть в максимальное Выставление людей Выставляю номер пять Не имею никаких конкретных Ну что ли Обвинений Хочу послушать На полминуты На полминуте На полминуте Нашего обсуждения Номер пять Повнимательно Последите Что-то у меня Насторожило Пять секунд Спасибо Слово имеет игрок номер восемь Тридцать секунд Время пошло Утро Снова подозреваю всех По манере выставления Девятка не выставлена Девятка Принято Итак слово имеет Игрок номер девять Доброе утро Я предлагаю не доходить до абсурда Господин второй игрок Давайте не будем Кто у нас еще остался? Проще перечислить Не выставлена Понятно Не выставлен Игрок номер два И не выставлен Игрок номер три Двоечка мне По определению Не нравится Это понятно Троечка просто Присматриваюсь Тихо Потому что очень нервничаю На самом деле То есть красная Черная Просто нервничаю Я не буду никого выставлять Потому что мне кажется Театр абсурда получится Поэтому Поэтому наверное Буду слушать Пять секунд Спасибо Я даю слово Игроку номер десять Доброе утро Ничего не вижу плохого В театре абсурда Поэтому Выставлю наверное Двоечку А там посмотрим Дискуссия покажет Принято И последним имеет слово Игрок номер один Ребята Это же очевидно Десятка В своем спичи Сказала следующее Предыдущим Не сейчас А призываю мафию Стрелять корректно Не мазать Там следить И так далее Видимо ночью Произошла у них При договоренности Какая-то Нескаковка по номерам Когда они намечали жертву И десятка Либо он дон Либо он не дон А друг друга Они не поняли Поэтому дал посыл Своим мафиози Стрелять корректно Сомнений нет Что десятка черный Я поддерживаю Конферный номер десять Время Перед минутой общего обсуждения Я напоминаю игрокам Что было выставлено Семь кандидатур В порядке очередности Я их перечисляю Это игрок номер четыре Игрок номер один Игрок номер десять Игрок номер восемь Игрок номер пять Игрок номер девять И игрок номер два У вас минута господа К барьеру Я думаю по десятке вопросов Нет ни у кого Он не так сказал Он сказал Прошу не убивать Но очень недолго Мучить свои жертвы Он не говорил Он не промахнулся И сейчас И сегодня Игрок номер восемь Игрок номер восемь Игрок номер восемь Игрок номер восемь Я сказала доброе Я всегда говорю доброе Да мои господа Ну минуточку Просто ситуация такая Мы имеем в лице Десятки черную кошку Черная кошка Может быть просто В силу недостатка Недостатка Обсуждение закончено Еще раз напоминаю Выставленных игроков В порядке очередности Это игрок номер четыре Игрок номер один Игрок номер десять Игрок номер восемь Игрок номер пять Игрок номер девять И игрок номер два И я выставляю на голосование Игрока номер четыре Прошу голосовать Спасибо Нет голосов Игрок номер один Прошу голосовать. Спасибо. Два голоса. Игрок номер 10. Прошу голосовать. Спасибо. Пять голосов. Итак, путем простых арифметических вычислений. Игрок номер 10. Большинство проголосовало против вас. У вас 30 секунд. Вы убиты. Ваше последнее слово. Спасибо, мафии, за хороший выстрел. Я практически не мучаюсь, не почувствовал вкус игры. Желаю красным победы. Единица совершенно безосновательно мне наехала, поэтому я предлагаю красным виниться и мочить единицу. Это мафия. Двойка тоже у меня сомнения большие. Спасибо. Спасибо игроку номер 10. Город уснул, а безжалостная мафия проснулась и вышла на свою охоту. И проходит мимо игрока номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Мафия удаляется. Просыпается Дон. Дон ищет шерифа. Дон засыпает. Просыпается шериф и ищет мафия. Шериф засыпает. Тем временем в городе наступило утро. Сразу должен сказать, что утро было кровавым. Есть жертвы. Мафия не промахнулась. Был убит игрок. И это игрок под номером 2. У вас 30 секунд. Ваше последнее слово. Основания десятки не подтвердились. Шериф, следите серьезно за игрой. Потому что может быть остаток 4 на 3. Поэтому принципиальный раунд. Продолжает мне нравится восьмерка. Начинает мне нравится тройка. Единица тоже вызывает вопросы. Но опять-таки пока ни на чем не основано. Спасибо. У меня были очень веские подозрения по поводу номера 4. Которого я выставил в первом круге. Мне однозначно не нравится номер 1. А кто третий я пока еще для себя не прочувствовал. Ну, не нравится тройка. Но не уверен я по тройке. И 30 секунд получает игрок номер 3. Выставляю шестерку. Не похоже. На себя. Мне так кажется. Возможно я ошибаюсь. Но когда мы играли с ним в черном свете вместе. У него был вариант убить двойку. Я не думаю. Хотя мне единица не нравится. Но мне кажется, что единица бы двойку не снесла. Мне кажется, что единица бы дала поиграть. А вот шестерке есть вопрос. Но я буду голосовать по шестерке. Я хотела голосовать чем про фруктуре. Но я никто не выяснил. Три секунды. Слово имеет игрок номер 4. Мне доброе утро. Ну, первое. О чем хочется поговорить кратко. Угадали игре, не угадали, снеся десятку. Судя по тому, что двойчику убили ночью, а десятка пытался какие-то акценты перевести. Может быть угадали. Отсюда вывод, кто не голосовал против десятка. Пять секунд. Я оставляю в восемь. Спасибо. Принято. Слово имеет игрок номер 5. Утро недоброе. В предыдущем туре у меня, как я выставляла восьмерку, у меня появились подозрения по поводу тройки. Сейчас тройка мне очень понравилась. Мне тоже не понравилась шестерка и предыдущий тур голосования шестерки. Ну, так же, что шестерка против меня возражает. Пять секунд. Спасибо. Моя кандидатура выставляет. Спасибо. Игрок номер 6. Тридцать секунд. Время пошло. Меня не убедило в прошлом туре единичка. Я ее хочу выставить сегодня. Сейчас. Принято. Очень хочется послушать в эту сторону. Я думаю, что в минуте обсуждения многое станет на свои места. Просто положение сейчас за столом такое, что я боюсь, что... Пять секунд. Я боюсь, что красных очень многое... Время. Я даю слово игроку номер 8. Утро недоброе. Просьба шерифа вскрываться или, по крайней мере, указывать, что вы знаете. Потому что состояние падает, понимаете? Если он был красным, значит все, мы пропадаем. Подозрение у меня на игрока номер 4, игрока номер 9. Ну, серьезное подозрение. Третьего не могу просчитать. Ни один не выставлен. Нет? Ни четверка, ни восьмерка. Нет? Ни девятка, сори. Нет. Ни один не выставлен. Я вставлю 9. Вы можете выставлять четверку потом. Стоит. Принято. И слово имеет игрок номер 9. Доброе утро. Не буду выставлять восьмерку, потому что какую-то войну устраивать между красными игроками я не думаю. Значит, кандидатуры, которых я хотела выставить, уже выставлены. Четверка, да? Я посмотрю, что четверка все идет. Я выставлю четверочку. Принято. Успели. За одну секунду. И слово имеет игрок номер 1. Ситуация критическая. 4 на 3. Я вскрываю. Я шериф игры. Судя по всему, десятка был должных, что я его ночью проверил. Он был черный. И он, видимо, проверил меня, что я шериф, и потому, уходя, дал намек мафии по поводу единицы, чтобы меня ночью мочканули. Голосовали против меня десятый и шестой. Этой ночью я проверил шестерку. Он черный. Это вторая мафия. Я понимаю, что следующую ночь у меня замочат. Но у меня будет еще одна ночь кого-то из вас проверить. Я вам дам, кто красный, а кто черный. Пять секунд. Повезет. Подъеду кандидатуру шестерки. Время. Итак, перед минутой общего обсуждения я напоминаю игрокам, что было выставлено 5 кандидатур. Это в порядке очередности. Игрок номер 6. Игрок номер 8. Игрок номер 1. Игрок номер 9. И игрок номер 4. У вас минута, господа. К барьеру. Ребята, это очевидно. Есть еще шериф. Шериф я. Я поняла. Шериф я. Я вначале... Третья мать, кого проверил? Значит, резник, как мать, совершенно одна, что влачен как раз на игрок, к сожалению, был убил. Понятно, дальше. Кто еще? Кого еще третьего? Кому еще третего? А какую ночь? Третью ночь кого проверил? Третьего ночь? Третьего не было еще третий. На кой ночь ты меня проверил? Не было третий. Я проверил десятый. Этой ночью я проверил второй. Прошлый. Сейчас так. Сейчас валим единицу. Следующий буду проверять Настю. Хорошо. Не ошибитесь. Следующий буду проверять Настю. Она меня сейчас выстрелит. Ребята, послушай меня, шестерочка, проверяй четвертую. Это не ошибитесь. Какой развод? Охотник, проверяй четвертую ночь. Я вначале играл по ней. Десятка, давай тебе олег, чтобы ты меня ночью завалил. Он уже очевидно был, когда уходил в жанна. Ты меня проверял? Сейчас. Он не был черным. Леша. Он добрый, он черный. Стреться у дома. Не промахните. Сейчас. Две. Однадцать. Тремя. Обсуждение закончено. Перед голосованием напоминаю игрокам, что было выставлено пять кандидатур в порядке очередности. Игрок номер шесть. Игрок номер восемь. Игрок номер один. Игрок номер девять. Игрок номер четыре. Идет голосование по игроку номер шесть. Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Идет голосование по игроку номер восемь. Прошу голосовать. Спасибо. Нет голосов. Идет голосование по игроку номер один. Прошу голосовать. Игрок номер один. Вы убиты. У вас тридцать секунд. Ваше последнее слово. Я поражен. Рейтинговые игроки. Жанна, ты слила игру. Либо ты второй мафиози. Красный. Шестерка черный. Это я вам гарантирую. Он проверенный. Скорее всего восьмерка тоже. Смотрите, будет самострел. Сейчас ночью может быть самострел. Жанна, вторая марта. Спасибо. Спасибо. Игрок номер один. Я намеренно спровоцировал весь удар на себя. Объявив себя лжешерифом. Объясню почему. Мне нужно было выявить настоящего шерифа. И это произошло. То есть истинный шериф номер шестой. Он купился на мою провокацию и открылся. И соответственно, мои подельники этой ночью, я надеюсь, его уже застрелили. А у нас в городе наступает ночь. Город уснул. А злобная мафия проснулась. И вышла на охоту. И проходит мимо игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Мафия удаляется. Просыпается Дон. Дон ищет шерифа. Дон засыпает. Просыпается шериф и ищет мафию. Шериф засыпает. Наступило утро. Утро вновь оказалось не добрым, а кровавым. Мафия не промахнулась. И был убит игрок. Игрок под номером шесть. У вас тридцать секунд. Ваше последнее слово. Проверил троечку. Троечка красный игрок. С четверкой не знаю. Не могу ничего сказать. Давайте так. Чтобы не дурить голову. Однозначно мы единицу вынесли. Это была мафия. Совершенно точно. Я его проверил ночью. Совершенно точно. Власенко был красным. Про десятку ничего сказать не могу. Тройка красный игрок. Очень надеюсь на интуицию троечки. Потому что видимо в этой игре больше я помочь ничем наверное не смогу. Пять секунд. Думаю что мафия за столом две. Время. Спасибо. Спасибо игроку номер шесть. Мне безумно приятна эта игра. И я считаю что я уже победил хотя бы тем, что стол в этой ситуации поверил мне, а не риск. Работа с людьми, работа с публикой это его профессиональная в общем-то деятельность. И то что люди поверили мне за столом это на самом деле большая победа моя личная ко всему прочему. И я даю тридцать секунд игроку номер четыре. Время пошло. Не потому что вы жестикулируете, потому что вы чрезмерно жестикулируете. Спасибо. Я предоставляю слово игроку номер пять. Утро недоброе. Я доставляю номер четвертый. Мы будем говорить. Спасибо. Принято. Слово имеет игрок номер восемь. Я поддерживаю выставленную кандидатуру четверки. Он прекрасно интуичный. У меня совершенно сегодня черная игра. И думаю что второй мафиози это девятка. Я ее еле вынудила выставить четверку. Она не хотела. И считаю что был мафиози. Ну не считаю. Я уверена что был единица мафиози. Все. Спасибо. Игрок номер девять. Тридцать секунд. Время пошло. Доброе утро. Троечка. Буду играть с троечкой. Спасибо. Слово имеет игрок номер три. Мне оба шерифа не нравились если честно. Но судя по логике событий. Все таки единица был черным игроком. Единственное когда я предлагала снести девятку. А не одного из них. Все равно одного из них снесли ночью. Единственное кто-то поддержал. Это доктор. Который тоже пытался свести. В принципе девятка мне не нравится больше. Восьмерка не знаю. Мне нравится пятерка. Но. Наверное я выставляю девятку на всякий случай. Принято. Время. Перед минутой общего обсуждения. Я напоминаю игрокам. Что было выставлено три кандидатуры. Это игрок номер восемь. Игрок номер четыре. И игрок номер девять. Восьминута господа. К барьеру. Настя. Ты же знаешь как играет доктор черная карта. Это считывается. И медуница его тоже просчитала. Вторая мафия за столом может быть только девятка. Третьего здесь не дано. А почему на Жану вообще никто не думает. У нее руки дрожат. Она постоянно что-то тянет. У меня дрожат руки. Хорошо. В логике игры подсказала. Как бы я себя не ввела. В логике игры все подсказала. Настя абстрагируйся, слушая себя. Больше никого. Девчонки. Пока убираем четверку. Смотрите. Убираем течащую тверку. Хорошо? Потом ночь у кого-то отстрелят. Да? Кто остается? Вот. Убивает конечно девятку. Хорошо? Но нижего не видеть это. Девчонки. Хорошо. Что мы видим? Посмотри. Антучащий. Послушай. Антучащий доктор. На тебе лица нет. Только видишь, что гильотина уже на тебе. Понимаешь? Уже надвисла. Тебя мы сейчас не обговариваем вообще. Угу. Угу. Настя, следующая одна будет девятка. Ночью блох. Наверное тебя. 10 секунд. Солнце. 5 секунд. Наверное тебя ночью блохнут. Обсуждение. Время. Обсуждение закончено. И напоминаю выставленные кандидатуры игроков. Это игрок номер восемь. Игрок номер четыре. И игрок номер девять. Идет голосование по игроку номер восемь. Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Голосование по игроку номер десять.